Здравствуйте! В эфире программа «Современное искусство. Калейдоскоп имён и явлений». Мы продолжаем говорить о современном искусстве в самых разных его проявлениях и продолжаем знакомить вас с мастерами, которые активно работают в наши дни. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Каличук. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Обычно я говорю художник, скульптор, архитектор. Сегодня, видите, я ничего не сказала, потому что как-то представить вас, как работающего в одном направлении, совершенно невозможно. Потому что вы, конечно, разные сферы художественного творчества впитываете, вбираете. И вот как сами вы определяете сущность своего творчества? Всё-таки что это? Архитектура, дизайн, скульптура? Или что-то ещё, что-то абсолютно такое ваше, неповторимое? Повторимость, может быть, присутствует только в одном. То, что я, как бы, начиная уже со школьных времён, пытался что-то изобретать. И даже то, что я пошёл в архитектурный институт, скажем, не в технический или чисто художественный, это была моя воля, воля человека, который хотел немножко искусством заниматься, и немножко техникой, наукой, во всяком случае, со всякими конструкциями, строительными какими-то делами. Ну вот. Но над всем этим всё-таки всегда превалировало моё желание изобретать. Я уже, будучи студентом, имел патенты на всякие строительные конструкции. И более того, учился два раза, как я говорю. Один раз это я проходил весь курс, который мне нужно было пройти в архитектурном институте. А второе, это то, что я отвлекался на новые тенденции того времени, 60-х годов. Хотел знать больше о том, что происходит вокруг в мире. И это меня подвигло вот к тому, что я уже начал участвовать в студенческом научном обществе, в архитектурном институте. Выступал на конференции, делали мы выставки. То есть это 60-е годы? 60-е годы, времена, оттепили времена, так сказать, появления большого пласта информации, который был запрещен, там, генетика, кибернетика и прочее, так сказать, современное искусство. И авангард русский. К тому же, значит, уже были раскрыты архивы, как пятидесятали статьи, журналы выходили с этой публикацией всякие. И вот это меня захватило, и я как бы понял, что это мое. И, в принципе, уже в 67-м году была создана вами вот эта вот такая грандиозная композиция, которая называлась «Атом», но о которой мы еще немножко подробнее расскажем. Сейчас я просто хочу показать вашу мастерскую, чтобы зрители увидели эту фотографию. К сожалению, мы не можем ее снять живьем, потому что она безумно интересна. Но мало того, что здесь работы вашей жены, которая живописец, да, здесь и ваш портрет. Вот, мне кажется... Сергей Близе, мой приятель и художник из 20-ки, горкома графиков, известный художник. Вот он в 70-х годах написал мой портрет. Да, ну, мне он очень просто понравился, потому что действительно такой мастер и такое вот космическое произведение, которое так и называется «Космос», да. Но и вот это вот все таинство вашего искусства, оно как бы в этом заложено, потому что это очень непростое явление, абсолютно очевидно. И мне еще кажется, что интересно то, что вы и преподаете сейчас в разных направлениях. Вы и в архитектурном институте преподавали, или преподаете до сих пор, и в Строгановском, да, то есть... Иногда и лекции читают. Да, и еще у вас был открытый, по-моему, университет, где... Не только, мы даже организовали, как в 90-х годах, отдельный дизайн в Шолоховском университете, педагогический бывший институт. Ну да, то есть получается тоже в разных направлениях и передаете свой опыт. То есть не в одном, скульптура или архитектура, а именно вот такая комплексность, она характерна для вашего творчества, для вашего такого индивидуального гения, я имею в виду как вот самовыражение, форма самовыражения. Ну и вот хотелось просто зрителя, так сказать, чтобы... Потому что ваше имя, оно всемирно известное, но все-таки сейчас такая ситуация, когда деятели искусства все-таки известны гораздо меньше, чем деятели спорта или шоу-бизнеса. У нас сейчас вот это вот как бы на поверхности. Вот. И вот хочется поэтому напомнить зрителям о том, что, например, такой знаменитый фильм, как «Кинзадза», что вы в нем принимали непосредственное участие, создавали реквизит. Делали реквизит, да. Весь тринклюкатор, гравицапы, цаки для подсаков и так далее. Все это было... Да, то есть ржавая цивилизация, да, вот она создавалась в том числе и вами. Работающая. И вот, соответственно, теперь мы можем увидеть композицию, которая на площади Курчатова находилась, и которую могли видеть многочисленные зрители, и которая сочетала именно кинетику, освещение, световой момент и вот саму конструктивную такую вот сферу. Да, это, надо сказать, касается определенного вида искусства. Есть такое направление в искусстве, называется кинетическое искусство. Да, но вас, в принципе, к нему и относят. То есть была, да, в свое время, в 60-х годах создана группа кинетического искусства, группа движения. Я в ней некоторое время тоже участвовал, и мы делали выставки, связанные с этим новым направлением в искусстве, потому что движение в этом искусстве становится как бы новым материалом, который используется художникам в тех или иных целях. Тут имеется в виду не только просто движение механическое, допустим, но и движение – это изменение цвета, света, ритма, музыки, что вот может меняться. Так как у нас меняется мысль, то вот это широкое понимание образа движения в искусстве, оно было там представлено. И, собственно, эта работа «Атом» – это результат всех моих взаимодействий с теми художниками, которые были в этой группе. И я как бы понял, что это мне тоже интересно. И это заказ просто этого института Курчатовского на празднование 50-летия советской власти. Это 1967 год. И эта работа сделана была с использованием новейших, современнейших самонапряженных конструкций. Затем шар этот, полированная нержавейка там, и полированный алюминий, вращался от ветра на подшипниках. Более того, там была цветомузыкальная установка. Тогда это было такое начало модного течения, цветомузыка. А музыку мне писал Лев Сергеевич Термен, великий изобретатель русский, который изобрел Термен Вокс. Первый в мире электронный инструмент. Он мне написал композицию на этот атом. И в субботу и воскресенье этот объект освещался. Тут видно в цвете, и он мерцал в виде вот такого облака света, парящего над площадью. То есть это, в принципе, вечером было все видно, да? Да, ну это был как бы лучший период для показа, но на самом деле от солнца он мерцал, там это было все легко, изячно. А музыка, она постоянно звучала или тоже только вечером? Нет, ну, постоянно это нереально на площадях, что звучала музыка. Да, во всяком случае, когда надо, это звучало. Поэтому этот опыт был для меня очень важный. И это была, собственно, практическая реализация неких вот идей кинетического искусства, которое вот мне удалось сделать вот именно в этот год. На самом деле, естественно, это все было представлено шире, собственно, в творчестве. Но эта реализация, это очень важно, потому что это такой миф, который держит как бы историю искусств, что было все-таки это когда-то. Конечно, в 67-м год. Да, потом были более монументальные, может быть, объекты. Как парус, например. Как парус на площади наций. Позже. Да, намного позже. Это была знаменитая Олимпиада студенческая в Москве, где вот был Олимпийский такой центр, где была выставлена эта композиция большая. А потом вот композиции, они как бы сами заканчивают свою? То есть пока они держатся, они существуют? Ну, просто по надобности стоят там, одна вот она три года стояла, другая десять лет. Ну, неважно, это, в принципе, не в этом. Это как бы вещи достаточно такие технически сложные, и всегда проблематично их обслуживание, вообще этих объектов. Понятно. Ну, вот теперь еще такое ваше творение, которое совершенно потрясает, когда видишь его живьем, да? Это такая стоящая нить. Потому что, конечно, фотографии, все ее прелести оценить невозможно, потому что, ну, мы видим такую вот блестящую конструкцию, устремленную вверх. Но когда ее видишь в реальности, то есть она вся вибрирует, это удивительно, как она не падает, никуда не заваливается, а совершает такие совершенно удивительные движения. То есть это такая нить, которая такими лепестками из металла тонкого, сделана, и она вся блестит, сияет, и это совершенно такое потрясающее творение. Ну, это такой конструктивный, парадоксальный объект. Дело в том, что все в детстве делали луки, знаете, берется палочка, там натягивается тетива, и делается стрелка, и вы натягиваете, пытаетесь стрелять. Ну, вот представьте себе, что таких луков будет там 10, 5, 6 штук, неважно, друг на друг, которые с определенным образом, значит, соединяются, но именно одной нитью. И получается такая визуальная, парадоксальная ситуация, что непонятно, кто чего держит. То ли эти лепестки держат нить, то ли нить лепестки, тем более, что это все эксцентрично достаточно. А нить, в принципе, как бы у нас, по нашему культурному опыту, не должна стоять. Она висеет, может, ну, что угодно, только не стоять. Поэтому визуально это такая парадоксальная ситуация, которая считывается как вот именно задачка на понимание того, а почему она не падает. Почему не падает? Каким образом вот это усердление происходит? Да, это все держится, но она может качаться, как стебелек, но не падает, потому что так все правильно сделано. Там есть свои хитрости, да. Но особенно инженеры всегда интриговали этим объектом, потому что это, ну, как бы действительно парадокс. Да, ну вот везде пишут, что вы мастер самонапряженных конструкций. Это уже самонапряженная конструкция? Это тоже, да, один из вариантов такой вот самонапряженной, или их еще называют на Западе тенсил интегрити. Фуллер, Дамс Нельсон, и скульптор, и дизайнер один еще. В Америке такие есть люди, которые этим занимались или занимаются. Да, теперь вот мы немножко поговорим все-таки о наследии конструктивизма и вашем творчестве. Потому что вы тоже известны именно как человек, который реконструирует то, что создавалось в начале 20-х годов в России русским конструктивизмом. И что только на фотографиях сохранилось, и то фотографии такие, ну, в общем, конечно, понятно, что это было, но тем не менее точно представить невозможно. И вот вы как раз и делаете это, восстанавливаете. Вот общество молодых художников, да? Да, это объединение молодых художников в Абмаху, да. 21-го года выставка, знаменитая такая знаковая выставка. Она во всем мире как бы считается символом русского конструктивизма и везде печаталась уже в течение скорости 90 лет или больше. Вот, это знаменитый объект, где участвовали знаменитые тоже, теперь знаменитые в истории художники. Это Карл Гансон, значит, братья Стенберги, Родченко Александр, вот, Медунецкий, да, Константин. Одним словом, это все стали люди, которые делали историю русского авангарда 20-х годов. Ну, и надо сказать, что в свое время наш знаменитый, великий, я могу сказать, коллекционер Георгий Дионич Костаки заказал мне реконструкцию как раз Родченко работы одну. И с этого началось. Смысл-то стоял в том, что ее надо было восстановить по фотографии и неким элементам, которые были мне принесены. Ну, это был как бы началом того, что я этим занялся. Как раз вот это, да, наверное? Ну, такого типа там. Поэтому в этом смысле это была такая история, которая меня подвигла в дальнейшем уже заняться более плотно реконструкцией русского авангарда и вот именно конструктивизмом. Потому что это наши предтечи, это наша база, элементы, которые, во-первых, известны во всем мире и более того, они были тоже изобретателями и, собственно, новые языки изобретали художественные. Вот этот конструктивизм, там Малевич изобрел супрематизм свой там и так далее. Поэтому это моя как бы была дань тому авангарду, на котором, собственно, я и возрос. Я как бы имел базу для этого знаний, во-первых, чтобы этим заниматься, потому что сам занимался тоже изобретательством. А с другой стороны, я как бы поставил эти работы там в Третьяковке, они теперь стоят там уже по 8-9 лет, я уж не знаю, сколько теперь лет прошло. И вот еще один проект, уже совсем новый, посвященный, насколько я знаю, юбилею Черного квадрата Малевича, который как раз в этом 2015 году... Да, сто лет. Одна из первых выставок была как раз вот моя, вот называлась «Геометрия космоса». Это совпало как бы случайно. Ну, тем не менее, знаменательное совпадение. А вот этот центр или, скорее, даже музей имени Малевича современного искусства я сделал несколько лет назад как концептуальную модель, композицию, которая, во-первых, имела два элемента. Это использовала квадрат Малевича как таковой квадрат. Ну да. И он большого размера, это, ну, сто, на сто метров где-то, не меньше. И его архитектоны или супремы, которые как бы вонзились вот в этот квадрат... Ну, или произрастают, или наоборот. Да, они скорее упали из космоса, потому что он был у нас космистом, и они у него обычно летали где-то в пространстве. Ну, в данном случае я как бы их приземлил. И вот эти два символа его, квадраты и вот эти супремы, они, значит, как бы соединились в некое архитектурное сооружение, в некую композицию, в которой должны были находиться, значит, работы современных художников, лаборатории всякие, исследовательские библиотеки и так далее и тому подобное. Более того, этот квадрат, этот символ, известен всему миру, и более того, он сделан для того, чтобы из космоса было видно сразу этот объект, как выделяющийся из всей массы других объектов. То есть, извините, архитектура какая-никакая, но она не квадрат малейший, а другую имеет структуру, более того, тут свет присутствует и тому подобное. В общем, я считаю, что это очень символичная была бы архитектура, связанная именно с современным русским искусством. Вот, поэтому в этом смысле этот проект мне показался интересным. Да, конечно. И я ему некоторое время уделил. Это тоже, в принципе, уникально. Мне кажется, подобного не создавалось. Нет, но я в то же время использовал именно те символы и знаки, которые все-таки известны не только нам в России, а всему миру, понимаете? Конечно. А в связи с нашими космическими всеми этими делами и достижениями, это было бы важно, что именно и космос бы присутствовал в этом сооружении, именно как символ космичности как таковой. А так как связь у нас теперь, и карты Google есть, и везде повезена, то всякий может найти этот музей как реальность уже из космоса просто, зная, что это вот вещь, которая пришла к нам и сто лет назад, по сути дела. Да. Появившись. Теперь вот у нас появились еще такие достаточно, ну, с визуальной точки зрения, простые такие вот конструкции, как вот трансформеры, да? Вот они, наверное, лежат в основе многих ваших композиций, да? Ну, я вообще занимался всякими самовозводящимися антеннами. Здесь вот есть несколько вариантов. Да. Например, делал самовозводящиеся антенны радиотелескопов. Прям почти такие летали, кстати, в космос. Это не то, это не игра просто была, а реально просто хорошая, правильная идея. Самовозводящиеся дома, вот, которые могли из плоскости подняться там в какое-то этажное здание, многоэтажное. Поэтому в этом смысле вопрос трансформации, всякое вот это превращение, если широко говорить, это была такая моя тоже любимая тема. Она, правда, продолжается, ну, как бы из-под воль. Вот. Тем более, что я, занимаясь этими самонапряжёнными конструкциями, понял, что это механизмы, ими очень хорошо манипулировать, ими хорошо управлять. Они меняют форму от разных, в общем, способов влияния на них, там, какие-то моторчики, какие-то там, тружинки, там, неважно что. Вот. И за счёт этого можно менять их форму, менять состояние, плотность упаковки, там. То есть, когда есть пакетовые, она выстреливает, и получаются огромные сооружения, допустим. А вот иероглифы, то, что относится к разделу иероглифов, там целая серия. Это же тоже самонапряжённая конструкция, да, но... Можно показать несколько вариантов. Показал, что не только стержни там могут участвовать в сжатом виде, а и кривые поверхности, плоскости, в конце концов, разные и прочее. Более того, вот эти вот стержневые конструкции, эти стержни вантовые, скажем, они же могут быть сделаны как стержни, как пневматика, то есть пневмоэлементы, надутые там, или заполненные гелием, и летать над городами, в конце концов, как композиции, которые украшают уже небо, а не только площади. А вот такие вот башни, башни на... Ну, башни, это как бы один из вариантов. Из вариантов, да. Бывают там башни из плоскостных элементов, это такие информационные башни могут быть, или оформление въездов в разные там города, не знаю, там, лагеря, школы. В Тольятти, я знаю, что это оформление въезда было. Да, в Тольятти мы делали вообще световую архитуру города, которого еще не было. Это вот такой был заказ оригинальный. Вот это вам проекты, да? Город только строился, проектировался, а мы уже сочиняли, как это будет ночью этот город, как он будет освещаться, зонирование световое, вы понимаете, там какие-то элементы въездов в этот город в виде лучей, зенитных прожекторов. Это, в общем, глобальные такие въезды, там, понятно, что километры не считаются, потому что зенитный прожектор светит на 10 километров вверх, это не важно. Поэтому в этом смысле, или какие-то более скромные там композиции, это такой прикладной характер, как бы, элементов некоторых, которые можно было, ну, использовать вот в градостроительстве. А это вот уже еще одно направление, связанное еще с музыкальным вкраплением. Это музыкальные инструменты, созданные по вашим проектам. Дело в том, что я всегда любил музыку классическую, и не только классическую, вот, и народную тоже, и прочее. Ну, и как бы у меня звук всегда в ушах. У меня такой тут компьютер, который содержит сотни мелодий. Поэтому в какой-то момент я понял, что можно заняться и акустическими, музыкальными инструментами или объектами, которые, ну, скажем, тоже нестандартные. А нестандартные в каком смысле? Что это или колоколасы монопризонные. Кстати, я делал несколько таких объектов и большого размера, и по 5 метров. Они звучали, да? Да, это такие интерактивные объекты, где можно на них играть, на этих трубах. Они держат звук очень долго, потому что это свободная подвеска, сложно сочиненная, так сказать, с вантами соединенная. Вот. Более того, там, овалоид, который вообще космический звук производит. Он как металлосинтезатор. Это не цифровая запись, а именно акустическая, понимаете? Получается, что, правда, молодежь никак редко верит, что это вот без всякой подзвучки, без всяких там примочек, как говорят у них. А на самом деле это вот их звук, понимаете? Он оригинальный. Или пластинофон там, допустим, и тому подобное. И я какое-то время потратил на это, понял, что это интересно, красиво и, может быть, вообще интересно не только мне, но и людям окружающим. И этот объект попал, кстати, овалоид в энциклопедию музыкальные инструменты мира. Тоже уникальное направление, потому что вы их тоже визуализируете. Конечно. Но это был 60-е, конец 60-х годов. Тогда вообще не знали, что есть такое понятие impossible объект или невозможные объекты. Но я, как человек, интересовавшийся и психологией, и зрительного восприятия, и симметрией, и геометрией, и так далее, и тому подобное, я не прошел мимо этого в свое время. Первый, который этим занялся, а сейчас это целое течение направлений. Выставки идут, импарты там и прочим. Да, да, да. Одно из направлений. Да, да, да. А вот я в одиночестве с помощью, кстати, меня поддержали журнал «Техника молодежи». Он опубликовал первую статью про это, вот эти объекты. Теперь я спокойно могу говорить, что я первый это сделал. А если бы этого не было, мне пришлось доказывать. Но одним словом, эти объекты очень интересны тем, что тоже Пенроузы, такие братья, значит, один математик, другой психолог, сделали в свое время несколько таких графических, парадоксальных объектов. Нарисовали вот треугольник Пенроуза, один из них. Ну, а я, как человек, кончивший артурный ступ, я знал правила, что проекционное исчерчение, там, я понял, что под всякую проекцию можно подложить реальный объект. Подложить – это значит придумать, как он может выглядеть. Тем более, одна проекция. Поэтому я сделал несколько вариантов. Теперь даже статья называлась «Это невозможное возможно». Невозможное возможно. Это вот первое проекто. К этому я стремлюсь. Понятно. Огромное вам спасибо за то, что пришли, побеседовали с нами. И я надеюсь, что наши зрители заинтересуются и посмотрят материалы, которые есть и в интернете, и вот в этих изданиях. Значит, в поисковой системе Яндекс вы просто мою фамилию набираете без имени и отчества. И там вы все найдете про меня, понимаете? То, что мы сегодня не смогли рассказать. Ну, я прощаюсь со зрителем. До свидания. До следующей встречи в эфире.